Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы художников. Эрнест Норманд родился в Лондоне 30 декабря 1857 года. Писал исторические востоковедные картины, вот так написано, востоковедные картины, связанные с Востоком. А также занимался портретами. В 1884 году женился на художнице, писательнице Генриэти Рейли. Оба они рисовали обнаженные фигуры в пышной обстановке и подвергались часто критике за явную склонность к чрезмерной чувственности в некоторых своих картинах. В Лондоне с 1885 года у Эрнеста была его студия и он получил поддержку от круга лорда Лейтона. Жили в Холланд-парке, район, известном как резиденции многих художников того времени. Частым посетили домом был Лейтон Милли, Принцип и Уоттс. В своих мемуарах Генриэти описала властное отношение и поведение некоторых высокопоставленных художников по отношению к семье Нормандов. В 1890 году Норманды отправились в Париж, чтобы учиться в Академии Жулиано у Жюля Лефлера и Жанна Жозефа Бенджамина Константа. В 1893 году они переехали в Верхний Нордвуд, в студию построенную специально для них отцом Норманда. У них было двое детей, сын и дочь. Писал исторические и картины, связанные с Востоком, занимался портретами. На его творчество оказали влияние прерафаэлита. Я зачитываю Википедию и данные книги Ивана Мосина «Прерафаэлизм». Уже в 1890-е годы художник работал целиком в русле академизма. Одна из самых известных его картин «Невольница», выполненная в духе ориентальных полотен Жерома, демонстрирует прекрасное владение живописной техникой. Но при этом абсолютно лишена индивидуальности полотна такого рода в последние четверти XIX века писали многие художники. Ну вот так вот написано о Эрнесте Норманде, английском художнике, известном своими историческими и библейскими сценами, а также работами в стиле Востока. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok